Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта в студии Павел Михно. Третий спарринг футбольного клуба «Славия» на турецком сборе завершился без голевой ничьей. Мазыряне разошлись миром с норвежским «Брюне». Подопечным Михаила Мартинова предстоит еще две встречи. 16 марта мазыряне ожидают сразу две игры. Они встретятся с командой «Калуш» из Украины и футбольным клубом «Дардой» из Бишкека. Заключительный учебно-тренировочный сбор продлится до 17 марта. Напомню, «Славия» стартует в чемпионате Беларуси 31 марта. Мазыряне сыграют в гостях с «Динамо-Минск». Стал известен состав сборной Беларуси Ю-21 на товарищеский футбольный матч против литовских сверстников, который пройдет 26 марта. Для подготовки к матчу главный тренер команды Михаил Мархель вызвал 23 игрока. В список рулевого попали также Артем Петренко и Валерий Синько, которые выступают за мозорскую славию. Поединок пройдет на стадионе Литовской Федерации Футбола. Начало в 16.00. Гомельчане завоевали 8 медалей на юношеском чемпионате Украины по ушу. Соревнования проходили в украинском городе Броваре. В турнире принимали участие около 200 спортсменов. Беларусь на первенстве представляли 6 гомельчан. По итогам состязаний Тимур Голда и Ника Сазоненко завоевали медали высшей пробы. В копилке у наших спортсменов также 4 серебра и 2 бронзы. Сегодня в Гомеле проходит областной турнир по дзюдо. На нем выступают спортсмены до 23 лет. Борьба идет за путевки на республику. Там спортсмены смогут показать себя и отобраться на первенство Европы. Лидеры областной команды отсутствуют. Они готовятся к Кубкам Европы. Кстати, уже известно, что гомельчанки Ульяна Миненкова и Виктория Новикова будут представлять нашу страну на вторых европейских играх. Мы их увидим на соревнованиях минимум три раза. Надеемся, что хотя бы один раз с медалями. Поэтому мы больше даже рассчитываем не на личные соревнования, а на команду. У нас очень хорошая команда, сборная Беларуси, где, допустим, собралась такая средняя сильная команда. Мы можем в любой стране составить конкуренцию. Поэтому ждем, надеемся и верим. Кстати, завтра в Агрогородке Новая Гута стартует открытый областной турнир по дзюдо «Путь к Олимпу» на призы Сергея Шундикова. Заявлены команды Беларуси, России, Украины и других стран. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok